Да, слава Богу. Приветствуем всех, приветствуем с города Строитель. Строитель. Благоставляем земли Белгородской всех во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Господь, помолимся, да? Спасибо Господь за эту встречу. Благодарим Тебя, Боже, за этот стол, за это угощение, Господь, Боже. Благослови этот дом гостеприимный всех братьев, сестер, всех нас собравшихся, потому что действительно мы собираемся не просто даже на общение, не просто на какие-то собрания, служения, мы собираемся во имя Твое, во имя Иисуса Христа. И мы знаем, что где двое или трое во имя Твое собраны, там и Ты посреди во всем Своем могуществе, своей славе, благости. Боже, Ты сказал, где двое или трое во имя Твое собраны, там Ты посреди них. И Господь сегодня за этим столом, Господь, в этом общении, Ты с нами. Здесь, в этом городе строитель, Ты, Господь, наш самый главный строитель, Господь. Действительно, Тот, Ты, кто все это созидаешь, строишь, Боже, созидаешь каждого из нас и всех нас вместе в любви к Господь, как тело свое, как дом свой. Благослови нас, Боже, во имя Иисуса Христа. Пахи, Пахи, снова и снова прошу, благослови землю Белгородскую, во имя Иисуса. Аминь. Как хорошо и приятно братьям собраться вместе. И сестрам. Как хорошо и приятно с сестрам собраться вместе. Как хорошо всем нам собраться вместе. Как хорошо с Богом собраться вместе. Как хорошо и приятно с сестрам собраться вместе. Как хорошо и приятно с сестрам собраться вместе. Аминь. Как хорошо всем нам собраться вместе. Как хорошо с Богом собраться вместе. Аминь. А потом так. Как хорошо, как хорошо, очень хорошо. Как хорошо, как хорошо. Как хорошо, как хорошо. Спасибо, Господь, спасибо. Действительно, хорошо собраться вместе. Хорошо хорошо собраться с Тобой вместе. Боже, во имя Твое благословен Ты, Царь наш, великий Государь, великий Бог. Здесь, в этом городе строитель, в земле Белгородской, великий Ты Господь, прославленный и в Белгороде, Господь во всех селах, городах, по всему лицу земли. Во имя Иисуса Христа, благослови сегодня Израиль, благослови сегодня Иерусалим, благослови сегодня и Турцию, благослови Господь, и, Боже, всю нашу страдавшуюся землю, пусть прославится имя Твое Святое. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Так что, да, такая песня такая вот? Да. Старая, добрая еврейская песня. Чаю. 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 Чаю, да. Да. Аминь. 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 Исцеление через кровь Христа. Аминь. Исцеление через кровь Христа? Прозрела, понимаете? Не было ни одного здорового органа, вот попала девочка, дома массажная кровать, занимаюсь, лечусь. И вы знаете, как только придет человек, расскажу об Иисусе, и он тринет чистость, диагноз снял. Я чувствовала в собрании, что что-то происходит. Да, да, хватит, сейчас, черный-зеленый, хватит. Не знаю, ну, давайте. А тебе? Такой, зеленый, да, зеленый. Еще придет. Все, кто еще подбачил, плават. Он же зеленый. Он же зеленый. Налейте вот этого сначала, а вот этого. Спасибо. Спасибо. И мне. Залочка. Домашние собрания. Нет, обычно на домашние собрания послал. Сестры, братья, ну, как вы, как вы хотели бы, какие-то, может быть, темы там поднять определенные? Может быть, послушать Сергея там на какие-то специфические темы? Может быть, вот, кто в воскресенье был, какие-то вещи вас особо заинтересовали? А кто не был, кстати, в воскресенье? Кто не был? Я не был. Вы не были? Я не была. А зовут вас брата? Сергей. А, тезка мой. А, слава богу. Что-то так мало. Хочется послушать что-то о встрече с Живой Богом. О, классно. О личной встрече. Классно. Очень интересно. Да, это всегда самая важная тема, я думаю. И очень хочется, вот, вы, именно, в состоянии как сына. А, да. Или дочери, соответственно, да, дитя. Здорово. Потому что это очень интересно, вот, как кипятка. Это хорошая очень тема. А я, знаете, я хочу попросить, вот, потому что там, значит, пока мы молились сегодня, да, за город, за Белгород, в разных местах такие были, очень интересные. Да, да, и короткие видео такие записывали, вот, значит, и там, где такой вид на город, такой был хороший, со стороны, значит, то пастор сказал пару слов, как раз, значит, и, ну, там ветер был, я так не смотрел видео, но подозреваю, что будет, как бы, где-то там, может, шум какой-то дополнительный. А вот здесь, я не знаю, я очень хотел бы попросить пастора пару слов сказать, вот, вообще, вот, то, что было сказано там. А, хорошо, да, хорошо. Да, я просто, мы когда садились вчера в машину, ну, я Сергея вез домой, да, после семинара, ну, я это, честно говоря, ну, я тогда повторюсь, потому что я это хотел на воскресном служении, как бы, высоко идти, вот, на следующем, ну, как бы, нет, все нормально. Да, 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 просто мы, ну, большинство знают, что мы в последнее время, мы начали молиться, ну, я так, с предысторией, да, нормально, да, да, да. Мы начали молиться о таких вещах, высвобождать, что церковь, она должна зиждеться на основании пророков и апостолов. Что, по сути дела, пасторское, епископское основание церкви, оно не должно быть. Оно не должно зиждеться на человеке, вот как, знаете, там пастор, вот у него хорошие там способности, он там вот с людьми, там, да, то есть это хорошо, когда в церкви эти дары служат, и они необходимы, по сути дела. Но основание церкви, как таковое, оно все равно должно зиждеться именно на духовных основаниях, да, скажем так, на высвобождениях пророчеств, на апостольских основаниях. Не на естественном, а на сверхъестественном. Оно совершенно верно, да. И мы начали молиться за эти темы, и как бы, ну, и более-менее о пророческом мы вроде имеем представление немножко, да, и вроде как частично движемся в этом, то в теме апостольского, скажем так, ну, никогда не сталкивались, то есть вроде как, ну, какие-то проповеди там слышим и все такое, и когда Сергей, он посетил нас, да, и, ну, это было действительно тоже неожиданно очень, и так сверхъестественно было с подтверждением, то есть одна сестра там с нашей церкви, она просто с Сергеем списалась в ВКонтакте там, Катюша, и Сергей мне написал, ну, он там спросил разрешение взять телефон пастора, Катя мне тоже сказала, говорю, конечно, и Сергей мне написал, говорит, я буду проездом в Белгороде, и если, ну, как, если вы там не против, я бы мог послужить бы у вас, вот так побудил Господь Сергея, и получается, что когда Сергей, ну, написал, я говорю, ну, мне хочется помолиться, потому что я Сергея знал, там, и смотрел видео, и давно слушал семинары, и мне, конечно, интересно было, ну, хотелось просто такое, знаете, от Господа подтверждение, вот, не хотелось по-человечески, и я, я такой говорю, я буду молиться, я, причем, вот, никому не сказал, ни с кем не стал советоваться, знаете, как Павел говорит, не стал советоваться с плотью крови, ну, не в том, ну, что-то не было такого, обычно я советуюсь, мы обычно вот обсуждаем, а тут вот не стал, и один брат есть, он с Москвы приезжал специально, чтобы мы ему послужили, ну, мы же как вот двигаемся, да, в служение освобождения, вот, исцеление души, он специально приезжал с Москвы, чтобы мы ему послужили, и мы служим ему, значит, с Ольгой Александровной, и тут друг вообще, мы, она отвлеченный тем, что начали разговаривать, и он говорит, да я вот там, мы в церкви своей там были, и мы, я приходил на молитвенную, и смотрю, говорит, там Сергей Журавлев, я такой, подожди-ка, говорит, Сергей там был, он говорит, ну, да, я говорю, ну, и как вот тебе брат, говорит, ты знаешь, говорит, я вот, он высобил, говорит, вот, такие там молился, выставил, шаббат, шалом, вот, говорит, и такая любовь была в его глазах, и мне, я просто увидел, что это подтверждение, а никто-то не знает, что мы с Сергеем списывались, и я понимаю, что все, вот подтверждение, что Сергей должен у нас быть, и я ему сразу написал, говорю, брат, мы ждем тебя со словом от Господа, и Сергей приехал, и что я увидел в нем, я увидел, значит, что через Сергея действуют определенные апостольские грани, скажем так, да, вот Господь высвобождает, что, ну, Сергей движется в апостольском служении, да, вот, и как я обычно, знаете, там раньше размышлял, ну, вот апостол, он должен приехать, там, там, тысячи церквей открывший, там, он приехать, и что-то должен такое высвободить, что все, вот, и, ну, я понимаю, что апостольское поручение, оно очень так специфичное, ну, да, для вот от Господа, помазание, скажем так, апостольское, оно имеет определенную направленность, да, и вот, как апостол Павел, он пишет, там, в Писании, я апостол для язычников, да, вот, у него есть, было конкретное задание от Господа, конкретное послание, он шел и проповедовал язычникам, и, ну, то, что я в духе, я же говорю, я не претендую, там, на, да, но то, что я в духе увидел, что у Сергея есть определенное специфическое помазание, послание апостольское для нашей церкви, о, вот, о разрушении вот этих вот религиозного колдовства, скажем, да, для Белгорода, религиозного колдовства в отношении даже, вот, и связанной с православной церковью, и второй, который я увидел, вот эта грань освобождения и изгнания из церкви духа антисемитизма. И я, когда Сергей начал говорить об этом в машине, когда мы ехали назад, он говорит, а на самом деле в 2001 году, да, в 2001 году, говорит, я был на большой конференции, и там несколько людей, ну, достаточно помазанных, да, и известных в христианском мире, там Алексей Буллидяев, да, Сандея Деладжи, Кент Маттекс, и был Джон Экхарт, кстати, да, Джон Экхарт, кстати, Катя книжку его сейчас переводит, он, представь, как бы, так интересно. Да, он, Джон Экхарт, он не так известен русскоязычным, Сергей Буллидяев, да, и Катя моя, она случайно на него отнулась, и она вот сейчас переводит с английского его книгу, как бы, вот, и там очень интересная вещь об освобождении, а так это все совпало, говорит, они возлагали руки и освобождали, получили так одновременно, что в апостольском движении должен двигаться, да. И апостольское движение, оно, как правило, всегда связано с реформацией, да, какая-то должна происходить реформация. И я увидел, что в духе, что когда Сергей проповедовал в воскресенье и проводил семинар, ну, в понедельник, что определенный реформистский такой дух, он начал именно вот по этим двум, ну, рельсам, скажем так, вот именно в этих двух направлениях, он высобождался в нашу церковь, и нам, оказывается, надо было это. То есть, вот, действительно, для нас, вот, ну, как бы, для той церкви, для поместной, которая есть в Белгороде, это реально нужно было высобождать, вот эти, вот этот религиозный дух, там, с колдовством связанный, вот, с простой, да, потому что, действительно, же есть давление это в Белгороде, очень сильно ощущается, да. И причем для наших же братьев и сестер это сыграло колоссальное, потому что у меня вся группа домашняя, которая, они говорят, это вообще, они, в принципе, еще с православием как-то лояльно относились, и... Да, и вот это, как бы, высвободилось, и я еще тоже про дух антисемитизма, тоже как свидетельство, я в 2013 году был в Израиле, мы группой пастырей ездили, и там один пастыр, ну, там очень много людей движется в пророческом служении, и я тогда не двигался в этих вещах, то есть для меня это как-то закрыто было, но и мы сели все, там, большое количество пастырей, там, в районе, там, больше 20 человек, и он прям всем начал освобождать пророчества, и кому там, говорит, ты там, лев, через тебя там высвободятся определенные вещи, она мне находит, говорит, у тебя, говорит, ну, он, естественно, там, в Израиле, откуда он там знает, Белгород, он говорит, я чувствую, говорит, что у тебя в городе очень сильно развит дух антисемитизма, ну, да, кто как бы не знает, дух антисемитизма, это, когда люди выступают против евреев, да, именно гонение евреев, там, проклятие, когда он освобождается на евреев, и мне настолько это тогда, ну, я так честно признаюсь, да, как мы же в домашней церкви, и меня это, я вот Сергей рассказывал, и меня это настолько возмутило, и я такой, аж, у меня такой поднялся, ну, да кто ты такой, что ты, да, да, и я аж прям... Атисемию, да? Да, что ты, ну, я ж ждал, что он сейчас там высадится, через тебя там пробуждение, да, 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 ну, хотя бы орел там какой-то, да, да, и когда он начал придумывать, ну, что, какой антисемитизм, и я прямо швырую, вы точно уверены там, ну, а я ж такой, прям, знаете, как подзарился, ну, я уже сейчас-то понимаю, что поднялось-то во мне как раз-таки дух антисемитизма, на самом деле, ну, мы просто можем не обращать на это внимание, и это было в 2013 году, и получается, где-то года два назад мы попали на конференцию, вот Оля, кстати, была, мы попали на конференцию, Генри Мадала церковь была, Гиббанихин тогда приезжал, и потом следующая была конференция после них, вот, кстати, Грисенко община, которая движется вот в мессианском, как бы, да, движении, и там Хедибекер приезжала, и они вот, и там было целое служение, посвящено одно служение, они молились за освобождение духа антисемитизма, и я вспомнив то, я вышел, за меня молились конкретно, и когда Сергей вот приезжает, я прям вижу это реально подтверждение, потому что оно начало реализоваться и высвобождаться на церковь, да. Так в церкви, помнишь, мы молились, кто-то запризовал всех, еще кто-то вышел, кто-то вышел, но и Сергей рассказывал, да, один там, что, один брат поднялся, прям вышел, потому что я с кафедры начал говорить определенные вещи, именно, помните, да, и я прям чувствовал это тяжелое, ну, и вот я понимаю, что вот она пришла уже апостольская, играет апостольская, но последняя такая, да, мощь, поэтому я вот Сергею засвидетельствовал, и он мне засвидетельствовал, поэтому я это вообще слава Богу. Спасибо. Знаете, на самом деле, дождались, да, 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 время пришло. Вот, и служение реформации, это, я поделюсь обязательно, вот, как раз и личным переживанием, общением с Богом, это моя любимая тема, вообще, честно говоря, и слово реформация, многие пугают, правда, христиан, но на самом деле это хорошее слово, реформация, то есть это как восстановление, это как возрождение, покаяние, исправление, потому что есть деформация, да, есть реформация, вот, реформация, это возрождение, вот, и я говорил, что вот вчера как раз тоже на семинаре, что один из отцов церкви, там, древней, еще третьего столетия, он говорил, что вот церковь непрестанно реформируется, а если не реформируется, то деформируется, Нет ничего такого статичного, застывшего навсегда. Церковь живая, церковь, Бог живой, Бог движущийся, церковь движущаяся. Вот мы либо с ним собираем, либо расточаем, одно из двух. Нельзя так, чтобы раз накопил что-то и уже все. И знаете, конечно, как православный реформатор, я всегда поднимаю некоторые самые важные темы касательно православной реформации. Но, конечно, они касаются не только православия. Есть темы, которые касаются всего христианства, всего тела Христова, так или иначе. Но главное послание, конечно, касательно православия. И то, что традиционное православие очень сильно антисемитское, к сожалению, это факт. Из разных христианских церквей, множество разных течений, вот если брать царство Божье, представить, как вот в притче, да, говорится в притчах, именно древом таким, да, деревом, то это действительно многоветвистое дерево уже, на самом деле. Нельзя сказать, что это вот как бы, ну, одна ветка и все. Нет. Это много ветвей, на самом деле, и старых, и таких, и уже молодых, новых отраслей разных. И зеленеющих ветвей, и таких, ну, так, средне растущих, значит, и как бы и уже засыхающих, и уже засохших. Порой дерево, допустим, даже вот, где сейчас остановился, да, смотрел там тоже. Зеленеющее дерево, а вот веточка одна сухая, допустим, уже. Да. Да, уже все, да, вот как бы. А другая еле-еле, уже надломленная, допустим, да, там уже что-то, уже что-то желтеет уже, да, значит, там прочее. Вот, и вот то же самое, на древе, в древе Царства Божьего, вот, и много ветвей. И есть некоторые общие процессы, есть какие-то особенности в каждой ветве, порой особенности. Вот, и знаете, из всех вот ветвей христианства, на мой взгляд, я уже более-менее знаю хорошо многие ветви, самые проблематичные на сегодняшний день, это как раз православные ветви. Если брать в целом, по большому счету, самые проблематичные. Но я знаю, что как раз именно Господь хочет именно вот воскресить, даже мертвые, если даже засохшие уже ветви, Бог в силах воскресить. Он, если дикое может прививать, да, и будет живо все, да, вот, тем более отпадшее, Он может возрождать, восстанавливать. И знаете, вот в 2003 году я получил откровение, которым живу до сих пор. Вот 16 лет уже, больше чем 16 лет, живу этим откровением. Из Евангелия Теана 11-25 слова. «Воскресение и жизнь. Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Вот эти слова Иисуса. Перед тем, как Он Лазаря воскресил как раз, друга своего. И я скажу вкратце вот это свидетельство, как я получил это откровение. Потому что Рэма Божья, да, Рэму мы получаем обычно через какое-то чудо, да, приветствую. Чудо, какое-то событие, через молитву, значит, ну, вы знаете, понимаете, да, что есть графы, допустим, да, слово, слово, графы, это, допустим, записанное, да, или, допустим, на телефоне скачанное, допустим, да, вот это графы. Вот есть Логос, это совет, мудрость, Логос это уже, но Логос могут использовать и неверующие люди, да, допустим, мудрости библейские многие, допустим, люди бизнеса, люди науки используют, да, психологи те же самые, да, воспитатели. Многие библейские мудрости используют Логос, поэтому это… Даже колдуны. Колдуны могут, запросто, да, библейские мудрости многие. Вот по поводу колдунов, из Библии же пример есть Валаама того самого, он знал библейские многие мудрости, откровения знал библейские, ну как бы то, что, будем так говорить, что Бог открывал, но он это не во благо, не на добро использовал, пытался, по крайней мере. Вот, значит, другие, значит, то есть Логос это мудрость, и бывает, что Божья мудрость, Божья премудрость, да, вот, значит, и сам Господь назван Логосом тоже Божьим, да, Логосом, поэтому действительно мудрость это не только вот у верующих, да, и порой сыновекость его бывает даже Логосом лучше пользоваться, чем верующих, вот, но Рема Божья, есть Эврика, да, вот откровение, да, многие путают Эврику, вот, действительно с Ремой. Рема Божья, это для детей, это для, да, это хлеб детям, это неверующий человек, это недоступно, и, знаете ли, это то, что обычно человек либо пережил, переживаемо, вот, пример, одна из иллюстраций таких, Ремы Божьей, переводчики говорят так, что, допустим, к примеру, две женщины провели семинар, да, вот, о воспитании детей, берут те же самые места из Писания, вот, и все правильно говорят, и все хорошо, но одна женщина еще, допустим, не рожала, да, а вторая уже, значит, уже рожала, и дети уже воспитаны, и уже состоялись, уже вышли в люди, вот, и вот в устах первой женщины это будет Логос, в устах второй женщины это будет уже Рема, это пережитая, это уже часть ее ставшая, ее хоть, хоть колум на голове чешли, это ее не останет, потому что это ее не просто убеждение даже, да, не просто... Ее не нужно запинать, это заучило, тогда это ее... Нет, это изнутри, она это видела, она это пощупала, она это пережила, все, понимаете, вот, это Рема Божья, пережитая, а еще, там, где говорится, к Ефесянам возьмите меч духовный, который слово Божье, значит, и там в русском переводе сенадальном, к сожалению, отсутствует маленькое такое слово, вот, значит, но очень ключевое на самом деле, путем, через, а дальше следующий стих, всякую молитву и молению молясь во всякое время духом, эти стихи, они связаны на самом деле в один стих, просто в переводе сенадальном ощущение, что это два разных стиха, на самом деле это связанные вместе стихи, вот этим как раз словом, через, путем, значит, потому что Рема Божья, меч духовный, он становится нашим мечом через молитву, через вот молитву во всякое время духом моления, вот, то есть Рема становится Ремой нашей, нашей Ремой, нашим мечом, потому что те христиане, что, допустим, пытаются Логосом, допустим, воевать, это все равно, что воевать с деревянным мечом, допустим, да, против врага, значит, это, как бы, когда ты в толпе, допустим, это может еще и сыграть роль, но когда ты один, один, там нужен настоящий меч, там нельзя уже использовать, значит, а Эврика, это просто осенилая мысль, о, допустим, это может быть где-то на проповеди, на учении, где-то еще там, читаешь Библию, о, это хорошая мысль, мне кажется, даже для меня, это не Рема, по сути, это не Рема еще, многие путают это с Ремой, это пережитое, да, Рема это пережитое, или часть у тебя вставшая, даже ты еще не пережил это, но это через молитву и общение с Богом, это стало становиться твоим мечом, личным мечом становиться твоим, вот, значит, и враг не боится ни Эврики, враг не боится ни Логоса, враг боится Ремы Божьей, это меч, меч духовный, это часть тебя, да, это твое табельное уже оружие, это уже часть тебя самого, все, это твое, уже прописано, под этим номером это твое личное оружие, все, и это никто не заберет у тебя уже, вот, и, значит, и вот Рему, как я получил Рему, вот, именно о воскресении жизни, касательно православия, вот, моего служения реформаторского, в 96-м я вышел, до 96-м я служил традиционным священником, сексским священником, в 96-м я вот рассказывал много об этом, что я вышел по идейным соображениям из традиционного православия, и, значит, стал реформатором, но все равно еще до 2003-го года, знаете ли, вот, порой как тот еврей, который говорил Иисусу, помните, верю Господи, помоги моему не верю, вот, вроде верю, вроде не верю, вот, молюсь, верю, значит, общаешься, там, значит, с такими помазанными людьми, там, да, верю, все хорошо, слава Богу, а вот пообщаешься с традиционными священниками, батюшками, кому это надо, вообще, горба-то в могилу исправят, и вообще, это никому не надо, это вообще, это... То есть, получается, вот эти вот взлеты... Да, значит, и веришь, и не веришь, и все, значит, ну, будем так говорить, я был очень часто в колебаниях таких, но, знаете, в 2003-м году получил откровение через одно происшествие, значит, я попал в ДТП, вот, бывает даже так, утрой был получающий человек, бывает через какие-то, знаете ли, очень, да, бывает, вот я такой твердолобы, мне нужно было, на самом деле, чтобы попасть в какую-то передрягу, чтобы, вот, получить от откровения, вот, значит, и я был за рулем, и со мной была моя жена, и наши, тогда пятеро у нас было детей, вот, и 2003-й год, да, и я сбил подростка, да, сколько за рулем лет, и я никогда не попадал в никакие передряги, слава богу, вот, и здесь сразу такое серьезное ДТП, значит, я сбил школьника, подростка, он ехал на мотоцикле, ну, без прав, понятное дело, сами, это потом все узналось у следователя, подробности, все, значит, они собрали там с пацанами в гараже, сами мопед там собирали, значит, этот такой, сами придумывали все, вот, и он на нем выехал покататься, значит, с этого, с своего села в другое село через трассу, вот, и, значит, и, как потом выяснилось, он, ну, сбежал с уроков там, со школы, и эти пацаны, они тоже на мопедах, на мотоциклах, кто на чем мог, они с разных сел, в одно село даже были съезжаться, и чтобы потом гонять весь день там, вот, но так получилось, вот он, значит, да, не доехал. Удар был сильный, вот, последние секунды я пытался избежать столкновения, доли секунды, но было это невозможно. Девятонна на скорости, вот, мало не покажется, вот, ну, у пацана шансов никаких. Вот, его транспортное средство, как потом и милиционеры говорили, не подлежало восстановлению, вот, значит, да, удар был, значит, прямо, значит, и он был без признаков жизни, ну, труп, одним словом. Вот, и я впервые в жизни молился за воскрешение, знаете, я с 96-го года за упокой не молюсь, вот, значит, но я знаю одно, что за умерших есть пример молитвы, да, в Библии, за воскрешение, недавно умершего человека, вот, но сам я никогда не думал, что я буду молиться за воскрешение, честно говоря, даже был далек от этой мысли, вот, пусть там бонки занимаются, тем в Африке, кто-то еще там, где-то там, там, да, у них, а у нас это, как бы, значит, я вообще даже не думал об этом, а здесь сама вот жизнь заставила, я так подозреваю, если бы я бы просто проезжал мимо ДТП, бы у меня никогда бы мысли не возникло бы помолиться бы даже, значит, сейчас все изменилось, сейчас я молюсь в таких случаях, вот, значит, и я молился за этого пацана, просто вопил к Богу, вот, и это была молитва какая, вопль, вопль просто к Богу, ну, представьте, он похож на моего сына, значит, и вот, и ты знаешь, на тебе кровь человека, да, значит, и он еще жить не жил, только начал жить, и вот, и вот, не его день, явно не его день, значит, глупая, нелепая смерть вообще, значит, и я просто вопил к Богу, честно говорю, не помню, что я там вопил, но вопил, я помню ощущения, я художник, у меня импрессия, вот это впечатление, я художник по своей специальности доцерковной просто, значит, и у меня вот эта импрессия, впечатление осталось, знаете, вот от этой молитвы, незабываемо, никогда до того не молился, вот, с таким переживанием, знаете, как будто бы его тело, как будто это часть моего тела, вот реально, физически я ощущал, как будто у меня еще одна нога или рука, вот реально, это труп его, да, вот тело его, я ощущал, как будто часть своего тела, И вдруг в какую-то секунду, раз, я перестал его ощущать. Все, я это я, а его тело это его тело. Я сразу понял, что его душа вернулась, дух его вернулся. Что теперь его тело это его тело, все, он снова в этом теле. Поначалу не было видно этого, а потом раз, начались признаки. То, что он стал шевелиться, глаза стали открываться. И он даже довольно активно стал, вроде как хочет присесть. Я вообще растерялся. Понимаете, значит, ну как бы, опять-таки, помоги моему, не верю, господи. А сам думаю, стоп, может быть это и не смерть, может это просто обморок такой был у него, там глубокий такой, ладно. Сразу начинать. Да, сразу, да, ну как бы, значит, ну ладно, там, я же не какой-то человекотворец, там, значит, и прочее. Ладно, значит, и он, я помогаю ему присесть, значит, сам думаю, вдруг у него что-то там сломано, ну вроде как он собирается сесть, но помог ему присесть, а здесь уже ахнул. Потому что у него лицо чистое, неповрежденное, а сзади была голова разбита. Ну, не за столом сказано, как бы, я вообще с детства, честно говоря, крови боюсь, значит, ну вообще. Вот, значит, а здесь, как бы, значит, даже и забыл про это. Придерживал ему голову, у него голова как переспел арбуз треснута, одним словом была. Вот кости разошлись, и там мозги были видны, мякоть клокотала это. Вот, и, а он еще грязными руками туда лезет, думаю, не допущая мозги почешет, думаю, вот, грязными руками. Думаю, я, поэтому дырку придерживал, чтобы он не залез туда своей рукой. И плюс еще, чтобы оттуда ничего не вывалилось, значит, я придерживал, значит. Вот, у меня еще страх был, что она дальше разойдется, как бы, и что-то вывалится оттуда. Поэтому я придерживал, пока скорая не приехала, и все. И успокаивал его, чтобы он не дергался и не лез туда руками. Значит, и когда приехала скорая, а там чуть дальше кафешка была, на трассе это было все. Там кафешка была, и как раз они там, слава богу, хорошо, сразу позвонили, все там, да, и отреагировали. Молодцы. Значит, и скорая подъехала, пацана загрузили. Ну, врач только бросил фразу, а я в подряснике таком дорожном, у меня такой дорожный подрясник обычно. В дороге всегда, вот, я там всем благовествую, гаишникам благовествую. Вот, и, знаете, значит, врач только бросил фразу, батюшка, а мы его не довезем, короче, у него шансы, раны не совместимы с жизнью, короче. Вот, значит, но и все, и уехали. Но я понимал так, что если сейчас бог его поднял на дороге, не за тем, чтобы он умер. Вот, ну, не в этот день точно. Думаю, я еще думаю так, ну, какой-никакой, думаю, хоть поломанный, но живой, главное, главное живой. Вот, и жена, дети успокоились, они там были возле машины, а я ушел в посадку, там. Помолиться, вот, тем более, такой стресс немного догонял, честно говоря. Знаете, как будто кино, как будто про кого-то, как будто не со мной это все произошло вообще. Вот, знаете, такое ощущение было. Вот, и, ну, это со мной было. Вот, и я в посадку вышел, значит, а там милиции пришлось долго ждать, значит, они еще долго очень не ехали. Вот, значит, и все это время я там молился. Ну, молился, конечно, за того пацана, чтобы он, значит, ну, был здоров. Ну, знаете, как вот молиться на сухую, без Духа Святого, оно не идет. Значит, и по разным причинам это бывает, но в том случае это было непосредственно, потому что он уже был исцелен. Вот, значит, я понимал, что, значит, надо еще помолиться, но раз, я просто пробовал раза два, три еще помолиться об этом, не идет совершенно. Ну, да, тоже такое бывало, да, уже не надо молиться в таком случае, вот, сам, просто сам, уже без Духа молишься, ну, оно неинтересно даже вообще даже. И я просто начал, правда, благодарить Бога за все, славить, я не понимаю мозгами, как это, ну, благодарю за все. Потом приехала милиция, там полиция, значит, они смотрели это место происшествия, вот, и там познакомился с этими офицерами, вот, они с целой командой приехали прям, значит, и, значит, там, этот капитан был тогда, он Сергей Шкура. Мы с ним пообщались, как раз, познакомились на этой дороге, он там ответственный был, как раз. И он сказал, батюшка, ну, по всем этим, их ментовским этим приметам, это, ну, все, ну, это летальный исход для пацана, говорит, и у него шансов никаких. Он посмотрел, они смотрели, где, как говорится, мое транспортное средство, где его транспортное средство, не подлежащее восстановлению, где его тело лежало, они, однозначно, шансов нет. А я им говорю, этим милиционерам, говорю, что повезли его в реанимацию, ну, не в морг же. Ну, говорит, поверьте, не первый год на дороге, это ненадолго туда его. Вот, ну, не вы первые, не вы последние, стали меня как-то успокаивать, но их успокоение еще хуже. Они нам такие ужасненькие рассказали свои, что еще бывают похуже, мол. И свои пару историй, да? Да, пару историй свои. Пошлой осенью там. Да, 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 такие вещи, что там хоть кино снимали. Ну, ладно, короче. Ну, вот, поехали туда, значит, в больнице. Ну, как вот, процедуры обычные, да, проверяют, что я там был, да, трез, значит, все нормально. Вот, потом в милицию. И вот в кабинете следователя там с моих слов было все записано, получается, эта история. И вот здесь начались уже вот свидетельства, начались чудеса такие. Представьте, в моем присутствии, я там в кабинете следователя сижу, значит, да, заходит врач скорой помощи, тот самый, что забирал пацана. И этому следователю, этому офицеру в моем присутствии рассказывают. И, во-первых, он начал вообще с того, он начал с того, что, значит, я говорю, человек неверующий вроде. Думаю, при чем здесь это вообще, это же неисповедально вообще. И, как бы, он-то к нему говорит, а не ко мне. Потом говорит, ну, я так понял, что он сделал это вступление, чтобы он понял, что я человек незаинтересованный. Потом говорит, это как чертовщина какая-то. Потом говорит, это не была, говорит, массовая галлюцинация, потому что не могло всем это там присниться. А оказалось, представьте себе, за тех 10-15 минут, что везли его с места ДТП, ну, примерно их хода, у них машина такая скорая, но это она не скорая совсем, это такая, знаете, буханка вот, ну, азик. Она, ну, минут 15, допустим, я представил, они ехали, вот, значит, до больницы. Вот, за это время мальчик полностью был исцелен. То есть, именно полностью, там голова захлопнулась, заросло, заросло бесшовно, ему кровь смыли. Кстати, проверяли кровь мальчика, кровь, ничья-то кровь, вот, значит, они даже проверили. Вот, значит, когда смывали кровь, все смыли ему, да, значит, и на одежде же была кровь, все, значит, и когда смыли сзади, не нашли ни царапинки, ничегошинки, бесшовно срослось все, бесшовно. Вот, врач скорой помощи говорит, это чертовщина какая-то, значит, да, для него это, да, значит, как-то могла быть, да, Чего не говорят, а ангельщина. Да, но он неверующий, чем, прикольно, как-то свое, да. Короче, да, ангельщина, точно, надо запомнить, хорошие слова. Я скоро придумал, кстати. У меня жена тоже порой, как скажешь, что такое, я хоть записываю за тобой, думаю. Вот, значит, но, знаете, интересная вещь такая, потом с ним работал хирург, да, в больнице, а хирург, мне там младший медперсонал, мы с ним общались, я общался с этими медсестрами, санитарками долго потом. Они такие очень такие возбужденные, женщины такие были, все такие эмоциональные, для них было потрясение просто вообще. Они там сарафан на радио, растрезвонили там по этим этажам, что батюшка наехал на пацана, а с того, как с гуся вода вообще, хоть бы что вообще, вот, живой, здоровый. Короче, они рассказали мне про того хирурга ихнего, всю подноготную, короче, что он такой безбожник у нас вообще, в больнице и в нашем городке он очень сильно, ну, атеист, убежденный, и притом такой циничный атеист именно. Активный. Да, активный, не просто, а с такой позиции постоянной. Вот, значит, и, а в больнице он всегда об этом и твердил. Так он замолчал вообще, он не мог больше ничего говорить, потому что для него было такое потрясение. Мальчика при нем раздевали догола, значит, и вот он, с его слов, было следующее. Он сказал, что ощущение, как будто его по дороге переодели в чужую одежду. Потому что по куртке, штана, ну, по всем... Кажные травмы там были, да? Да. Многочисленные повреждения, многочисленные повреждения. Но вот, когда догола разделили, не нашли ничего, ни синяков, ни царапин, ничего. Ощущение, как будто тело другое совсем. То есть, как будто бы переодели в чужую одежду его. Потом дальше еще больше было. Значит, проверяли же не только его тело физически, да? Значит, там двигается как-то, не болит, не болит, нажимали, все. Значит, потом, значит, с ним разговаривали еще, состояние мозгов его проверить. Так вот, и хирург, по ходу всего этого, он, значит, его вспоминает и говорит, ты у нас уже лежал ведь в хирургии. Мальчик все подтверждает, да, хирург, не ошибся. На самом деле, я лежал у них там, у него, этот мальчик говорит, у них в хирургии. Вот, у него было падение там с мотоцикла, опять-таки, значит, был перелом. Ну, явно не его транспортное средство. Вот, значит, и был перелом, но все зажило с первого раза хорошо. Он снова гонял на мотоциклах, ходил в школу, все нормально. Но, почему хирург был в таком просто, ну, в удивлении? Он, значит, знаете, почему он замолчал-то? Потому что делали снимки, и на снимках не только не было следов от новых переломов, но и след от старого исчез. Не было. И в моем присутствии следователю было сказано так, что не бывает бесшовного срастания кости. Как бы у него хорошо не зажило в тот раз, след должен быть на снимках обязательно. И вот хирург просто сам удалился. Потом, значит, были другие врачи, уже до самого вечера, затянулось на многие часы. Уже до самого вечера. Вечером уже были другие врачи, с теми я уже не знакомился, честно говоря. Я сам, честно говоря, уже устал, и у меня уже не до того было, не до этих разговоров. Вот, значит, и, но мне передали следующее. Там пришли офицеры тоже, значит, там, значит, ну, милиционеры этот, следователь мой там. Значит, я в коридоре сидел, значит, он тоже в таком стрессе, таком, значит. А, а этого капитана вижу, Сергея Шкурова, он тоже вышел в коридор. Знаете, вот взрослый мужик, а вот как будто потерявшийся мальчик в супермаркете. В растерянности, он же сам видел место происшествия, видел транспортное его средство. Историю рассказывал, да. Да, да, да. А весь пацан, он ищупал, и трогал, все, пацан, хоть бы что. Вообще, здоровый, живой, целый, невредимый. И вот, но вечером врачи все полностью подтвердили. Еще делали все снимки, его все органы целы. Его кости как будто не ломались. Не только новые переломы исчезли, но и следов старого исчез, бесследно. Вот, на этих офицерах там страх такой напал, боже, хороший такой вообще. Там такой, ну да, меня провожали там всем коллективом продавцовщикам. Мне такой, мы когда отъезжали уже, да, значит, там от милиции отъезжали, я смотрю на них, у меня такое ощущение было, вспомнил, как написано там в Игрии, да, выйти от нас и поехали, грешный человек такой был. Вот такое было ощущение. Отойди от нас. Отойди от нас, да. Вот, значит, и вот мы ехали обратно, значит, да, и повернули домой по темному. Еще я там переживал по поводу ходовой, значит, пытаясь избирать сколковение, я там съехал потом. Значит, и, значит, это стекло было побитое чуть-чуть, немного крыло было помятое, значит, ну, как будто были повреждения. Но, и представляете, еду обратно, и пережил еще один стресс, еще больше стресс. Я думал, в том дне, в дне уже у меня вот так вот уже, выше крыши всякого стресса. Пережил еще один стресс, хороший уже стресс. Знаете ли, я слышал голос, громкий голос. Первый раз в жизни, никогда, не до того, после того, уже больше 16 лет прошло, ничего такого у меня не было в жизни. Именно громкий голос, как будто в машине резко громко музык включили. Вот, самое интересное, на другой день, когда мы с женой общались, я узнал, что она, кажется, ничего не слышала. Хотя, убежден был, далеко за машиной все это слышно. Потому что очень громко была включена музыка, как будто бы. Я слышал голос громкий, который говорил мне три раза, спрашивал меня одно и то же. У меня куча вопросов, а на все мои вопросы он начал вопросом, представляете. Мне бы самого кто ответил. А он, значит, сказал мне следующее, спросил меня, ты это видел, только громко. А я ничего не могу сказать вообще, где мой язык вообще. Я только что промяблил там, типа, что да, Господи, что-то такое, и все. Второй раз то же самое спросил, третий раз то же самое спросил. И вот когда он спросил третий раз, почти не дождавшись от меня ничего, значит, тот же самый голос так же громко сказал вот следующее, вот так будет и с церковью. И все. И вот как оно внезапно появилось, так внезапно и исчезло все это. Вот. И я дальше вообще был в таком просто удивлении, и все. Дальше не было никакого голоса, это были мои мысли, но я не мог ни о чем другом думать. Одна и та же мысль была. До самого, пока мы ехали дома, я есим воскресенье. Десятки раз, одно и то же. Я есим воскресенье. Я есим воскресенье. Назойливо навязчиво, но приятно. Одно и то же. Я ни о чем другом не могу мыслить. Еду дальше, а потом мысль продолжается. Я есим воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. Вот тоже десятки раз, одно и то же. А потом там один поворот, я на всю жизнь запомнил. Съезжаю на трассу, значит, и там, значит, мысль дальше. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Я понимаю, что в синдаре переводе нет такого, даже если. Но мысль такая была именно. И вот на другой день, ну, мы уже полночь приехали домой. Дети уже все спали в повалку, значит. И мы легли. Ну, мы почти не спали. Рано утром встаем. В этом все в стрессе еще. Знаете, и дети все спят. Значит, мы на кухню с женой. И вот здесь мы общаемся. И вдруг я узнаю, что жена ничего не слышала. Но! А я еще переспрашивал. Может быть, хотя бы какой-то шум слышала дополнительный. Ничего не слышала. Но она зато кое-что видела, чего я не видел. Она, оказывается, видела ангела. Перед нами шел. И потом он стал таять, исчезать. Как бы в светленьком таком, в костюмчике как бы таком. И потом исчезать, исчезать. И потом только шло, перед нами только пятнышко уже. Такое светлое. И все. Я ничего не видел. Я смотрел на дорогу. Я же ни направо, ни налево. Я же за рулем. Но я ничего не видел абсолютно. Вот. Значит, и вот много еще другого в этот день произошло. Удивительного. Да, кстати, да. Но самое... Меня потом братья спрашивали. И у меня в церкви тоже. И в других церквях тоже спрашивали на эту тему. Что о чем шла речь. Вот именно о всем христианстве или вообще о православии. Я не знаю. Вот за что купил, зато продал, что называется. Но, значит, у меня по умолчанию, в моем как бы сознании, да, было... Ну, у кого чего болит, наверное. Да, у меня мысль была о православии. Вот. О православии. А потом еще я прикинул так, думаю. Стоп. Для протестантов это мало актуально, наверное. Почему еще? Потому что для протестантов актуальнее пробуждение. Пробуждение. Пробудиться. Потому что, как правило, люди духовно возрожденные, но заснувшие. Нужно пробудиться. А в православии другая картина. Духовно мертвые. То есть невозрожденные. И священники в большинстве своем 99% или 9 десятых. Люди невозрожденные. Не знающие Бога. Не знающие Слова Божьего. А прихожане тем паче. Значит, поэтому нам актуально не пробудить. Бесполезно. Будить бесполезно. Пробуждать бесполезно. Воскрешение должно быть. Воскресение. И у меня из Ефесян. Тут же вспоминается местописание тогда же. Уже размышляю когда. Встань спящий, воскресни из мертвых. И осветит тебя Христос. Интересно, думаю. Стоп. Мне это очень напомнило. Что церковь, состоящая из пробужденных спящих и из воскрешенных мертвых. И осветит тебя Христос. Удивительно. И потом еще другие слова. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это тоже как воскресение и жизнь. Много других местописания стало приходить. Из Ветхого, из Нового Завета. Интересно. Из Ветхого Завета мне тогда вспомнился такой эпизод с Моисей. Моисей, когда был призван вызволять Израиля. Как говорится. Let's my people go. Пора опусти мой народ. Мы каждую Пасху поем эту песню. И когда Бог призвал его. Какие Бог дал ему знамения? Знаки. Посох. Мертвая материя стала живой змеей. И прокаженная рука, неизлечимо больная, стала моментально здоровой. То есть Бог может мертвое воскрешать, а больное исцелять. И много других местописаний потрясающих стало вспоминаться. Именно в таком ключе. И вот, друзья, этих 16 лет живу вот этим откровением. Этой Рэмой. Этой Рэмой. И после того, после этого происшествия были уже разные случаи воскрешения. После этого уже, ну знаете, надо начать. Попробуй первый раз. Хотя, конечно, были и неудачные случаи. Когда молился, и при том за самых родных и дорогих людей. И, значит, к сожалению, и не было воскрешения. И в Киеве хоронили священника одного, моего помощника. Который молодой еще. И, не знаю, мы молились за воскрешение. Я молился, и я верил. Но я понимаю, что, не знаю, здесь... От чего зависит-то, короче. Не было воскрешения. Так и похоронили. И, знаете, много других было случаев. Но были случаи воскрешения. Когда врачи констатировали смерть, значит, там, ну, допустим, в поезде ехал я, проводница, да, померла, значит, и врач констатировал смерть, и вызывали на станцию труповозку, уже, значит, отбой давали, значит, реанимационной машине. У меня было, как раз, именно просто дух поднялся так, что просто молился за воскрешение. Врач как на психу смотрел начале. А потом, когда произошло чудо, она, женщина воскресла, это проводница, он уже сам устранился просто. И начальник поезда стал вызывать эту, снова, отбой труповозки на станцию. Ну, вы раздеваетесь, ну, определитесь уже. По громкой связи, я, там, начальник поезда говорит, отбой труповозки, значит, снова реанимационную машину. А там слышно, оттуда говорят со станции, да что у вас там происходит? Чудо, короче, чудо, короче. Вот, значит, и, значит, но было чудо еще и дальше, женщина, она не только воскресла, да, но и пока мы приехали, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Всех люблю. Слава Богу. Вот, и, значит, когда приехали к станции, она уже была, так хорошо себя чувствовала, и врач подверг, ну, они зашли, эти медицинские работники, значит, они проверили, что, да, действительно, она женщина уже в хорошем состоянии, дойдет до конца, до станции. А на конечной станции, куда поезд отшел, она как раз жила там, и по месту, обратиться в больницу, по месту уже жительства. А через две станции она уже ходила, чай разносила уже, уже красивая, розовенькая такая, уже женщина, все, она была страшная, такая зеленая, такая пепельная, такая, вся. Ну, уже накрасилась. Не похоже. Самая лучшая косметика, это у святой, я в этом убедился, вот, значит, и убеждался много раз. Вот, значит, и другие были случаи, там, еще более страшные, там, случаи, там, да, воскрешения, ну, с десятого уже случаев было воскрешения, таких конкретных, вот, значит, в разных ситуациях. И, притом, к этому, я так понял, нельзя подготовиться, но, как бы, так вот, ну, знаете, вот такие ситуации, там, то бомж, допустим, в метро умер, допустим, да, уже накрыли, там, пришли, врачи накрыли этой простыней, там, вызвали троповозку, значит, и бригада ушла, значит, а милиционер стоял там, охранял тело, да, зеваки собрались, и бомж воскрес, значит, да, и он только одно, только, спасибо, 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 и тут же троповозка, как пришла, эти с носилками люди забрали, уже, уже живое тело, уже, уже тело живое, понимаете, значит, а почему спасибо, я понимаю, что, ну, он что-то понял, что-то осознал, видимо, там не было возможности говорить, там, допустим, вот. И много других случаев было интересно таких, вот, значит, и, я думаю, это знамение, такие знаки этого времени, вот, Бог хочет воскресить церковь свою, души воскресить, в первую очередь, потому что самое основное, конечно, это вот спасение человеческое, вот, личное общение с Богом, да, личное общение. Скажите, пожалуйста, воскрешение верующих было, или, я вот слушаю, в основном воскрешали, как бы, неверующие. Кстати, не пробовал я, вот, нет, не пробовал, это вот, нашего священника, допустим, не было воскрешено. Ну, мне просто интересно, потому что я слушаю, в основном все неверующие, Бог, как бы, дает им шанс, еще один. Может быть, но, вы знаете, я думаю, что можно, наверное, попробовать и верующих воскрешать, вот, значит, не, 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 я, знаете, к чему говорю, что верующий пойдет на небеса, а неверующий, он пойдет в ад. Ну, неверующий в нужде, хотя, знаете, бывает, наверное, да, хотя, даже вот, исцеление, допустим, если честно, вот, как-то, вот, в моей практике неверующие чаще исцеляются, вот, верующие очень редко исцеляются, вот, не знаю, почему, с чем связано, при том, у неверующих, ну, как неверующие, ну, не религиозных, по крайней мере, людей, вот, значит, ну, верующих в Бога, как таково вообще, допустим, да, но никакой церкви не принадлежащие, допустим, да, значит, или, может, раз в год, там, в церковь, в храм заходят, допустим, человек. Вот, конкретные исцеления происходят, вот, при том, ну, насколько серьезные. А у верующих, вроде, человек уже много книг об исцелении прочитал. Да, они, потому что умные. Вот, да, слишком горе от ума все-таки, да, слишком умные, да. И вот от неправильного ума, от ума Христового благословения. От такого ума, когда знания, надмевающие информации, это неправильно. Поэтому, значит, да, здесь... Куда ум еще-то деть? А, не-не, баланс нужен, баланс. Теория и практика. Будет сегодня сестра молиться за тебя. За обрезание ума. Да, это в практику. За ухо. В практику обязательно. Да, да. Я тоже вот понимаю, что если ты... То есть ты принимаешь что-то, и это должно высвобождаться. На работе. Да. Потому что если это просто... Ну, оно получается... Надмевает сразу. Да, да. Да, это уже не то совсем. Поэтому то, что узнаешь, практикуй. Вот, поэтому... Это как буржон. Можно сказать? А еще, допустим, значит, я так рассуждаю, что очень часто по наблюдениям тоже моим таким вот за эти годы, да, значит, почти бесполезно молиться за вот человека верующего, да, казалось бы, да, религиозного человека, да, но который сам, допустим, ну, ни за кого не молится, допустим, да, никому не благовествует, значит. То есть вот, знаете, как бы застойная вода. Как мелко. Но если человек, он даже через не могу, через не хочу, он благовествует, да, молится за других, вот это, ну, как бы, вот хороший очень вариант. Ну, я так рассуждаю, что когда долго ты не благовествовешь, ну, например, ну, день-два ты вообще никому не свирествуешь, да, уже застойные явления какие-то. Как вот один скрипач говорил, знакомый там, значит, ну, я не музыкант, но у меня друзья знакомые с музыкантами, какой-то из скрипачей, значит, сказал следующую там фразу такую, что если день я не порепетирую, я, говорит, замечу фальшь. Если два дня я не порепетирую, мои друзья заметят фальшь. Если три дня, публика заметит фальшь. Вот, значит, и вот и в христианстве тоже так рассуждаю, что если ты день, там, ни за кого не помолился, не благовествовал, значит, да, значит, там, значит, там, ну, никому не дал ничего, не проявил это любви, да, ты уже замечаешь фальшь, лицемерие какой-то там, прочее, закваска начинает действовать. Если ты два дня, там, то уже твои друзья, там, семья твоя замечает уже это. Если три дня, все, это уже и другие люди будут видеть. И поэтому Иисус говорил, что остерегайте это, это закваски. То есть, по сути, есть фарисейская закваска, да? Да, Иисус, значит, говорил о трех видах, да, закваски, там, значит, но я таки не люблю эти вещи, три, там, ну, три таких, на самом деле, финичных закваски. Действительно, если он так говорил. Значит, фарисейская, саддукейская и иродовая, да? Да. Вот фарисейская, я так рассуждаю, это чисто религиозная закваска такая. Саддукейская, это религиозно-политическая, значит, и иродовая, это чисто политическая закваска. Вот три вида закваски, которые вот убивают верующего, да, тело за Христовым. Там вопрос был. Я хотела вас спросить, непонятно, не, может, вы сможете ответить. О тысячелетнем царстве, когда дьявол будет посаживать дом, а что там не ясно? Ну, это когда будет? Иисусу тоже задавали этот вопрос. Нисти не знает, когда будет конец. А тысячелетнее царство, когда... Есть разные мнения на эту тему. Богословы, разные конфессии, там, динаминации за два тысячелетия так и не придут к какому-то одному мнению. И слава Богу. Да, и слава Богу, вообще-то, да, на самом деле. То есть пока это еще не понятно. Да, допустим, есть мнение православных учителей. Нам в семинаре говорили, что тысячелетнее царство уже наступило, что мы живем во времена миллениума, времена тысячелетнего царства. То есть это официальная православная версия? Да, это официальная православная версия, да, значит, даже не версия, а мнение. Отцов церкви всех, фактически, значит, 99% всех отцов церкви православных об этом говорили и говорят, значит, и древних, и новых. Но, правда, есть поправочка, что более древние отцы учили по-другому. Вот, пятый век, четвертый век, вот те отцы учили по-другому. Вот, значит, но мнение официальной церкви православной, в семинарских учебниках это есть, что тысячелетнее царство уже наступило. С момента как раз воскрешения Господа Иисуса Христа наступило тысячелетнее царство, сатана скован, и тысячелет, это надо понимать не буквально, а так духовно. Ну, понятно. Как вот такой день, один день. Тысячелет, как один день, один день. Да, да. Вот, значит, и что он связан, значит, и наступило царство святых, значит, наступило, то бишь царство православной церкви наступило на этой земле. Понятно. Значит, вне православия это все грешники неверующие, значит, да, значит, которые, значит, осуждены на огонь вечный, вот, но царство Божье распространяется, это вот православная церковь, как корабль среди бушующего моря, там, или как там крепость осажденная, там. Разные варианты есть, разные, ну, как бы мнения отцов разных, разные такие сравнения, как бы. Вот, поэтому католические, ранние отцы церкви, ранние отцы церкви, все-таки, они учили по-другому. Они учили, действительно, что будет миллениум, будет учленение царства с приходом, со вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Вот, большинство протестантских церквей тоже так учат. Не все протестанты, они тоже не все, по-разному тоже протестанты учат, на самом деле. Вот, значит, встречал разные учения, разные мнения. Вот, значит, от буквального физического, значит, понимания до, значит, духовного, опять-таки, понимания. Вот, значит, и католическая церковь, она, значит, у них есть частные богословские мнения, называется, у них и то, и другое мнение. Вот, о временах и сроках в православной церкви было лишь однажды, в старину еще, было назначение даты, допустим, второго пришествия Иисуса Христа, значит, да, значит, и царства его точилетнего. Но, знаете ли, так как мнение отцов разделялось еще в древности, вот, когда же наступило оно или наступит еще, то, как бы, была неопределенность такая некоторая еще. Это было, продолжалось до 1492 года. А после 1492 года мнение так однозначное, что, значит, царство уже наступило уже, мы живем в этом царстве сейчас, миленеуме. А вообще в втором пришествии Христа... А, то есть, по сути дела, если так предположить, ну, хорошо, да, то есть это мнение вообще допустимо, в принципе? Я думаю, нет. Почему? Я с этим мнением не согласен, потому что тогда много накладок, получается, непонятно. Ну, самое основное, тогда нет необходимости второго пришествия вообще, как такового, вообще. И где же суд тогда, значит, и в чем он заключается? Значит, понимаете ли, много очень мест писания говорит все-таки нам, ну, о реальном втором пришествии его, о реальном его пребывании здесь, о реальном его воцарении. То есть, это куда девать, понимаете ли? Ну, невозможно это игнорировать, поэтому я с этим не согласен. Я считаю...